На Балтийском флоте настоящий баби-бум. Каждый седьмой претендент на военную службу по контракту в Калининградской области сегодня женщина. В этом году документы на контрактную службу подали 309 девушек. Правда, надеть военную форму получилось только у 60 претендентов. Привлекает в перспективы, которые здесь могут быть. Ну и само желание просто есть, хочется попробовать. Виктория – одна из тех, кому посчастливилось быть принятой в ряды вооруженных сил. Сегодня она получила военный билет. Будет служить радиотелефонисткой в ракетных войсках. Количество женских рабочих мест в вооруженных силах ограничено. И отбор очень строгий. Но и условия достойные. Для калининградцев в гражданской профессии средний уровень зарплаты 20 тысяч рублей. У девушек-военнослужащих за счет надбавок за секретность, физподготовку и прыжки с парашютом те же 20 тысяч – начальный минимум. Плюс полный соцпакет. В гражданской жизни такого пакета социальной защищенности очень тяжело заработать. Это и бесплатное медицинское обеспечение, это и бесплатное вещевое, продовольственное в определенных случаях обеспечение. Это социальные гарантии в плане обучения. Чтобы получить армейские погоны, девушки должны соответствовать строгим критериям. Возраст от 19 до 35 лет, хорошее здоровье, нервно-психологическая устойчивость и образование, техническое или медицинское. Гуманитарии в армии, за редким исключением, не нужны. Я воспитывалась в военном городке, поэтому дети как-то в основном мальчики, военные игрушки, стрелялки. Это очень красивая женщина в форме. Наши мужчины любят, когда женщины в форме. Нужного специалиста-контрактника офицеры на призывном пункте все чаще ищут с помощью сайтов бесплатных объявлений. Говорят, шансов получить контракт с каждым годом больше у женщин, поскольку современные девушки гораздо активнее проявляют себя в вопросах получения работы. И физически часто развиты лучше кандидатов мужского пола. На некоторых должностях даже женщины незаменимы. В основном это должности радиотелефонистов, радиотелеграфистов и фельдшеров подразделения. Девушки-контрактницы признаются, стабильность, условия и возможность профессиональной самореализации действительно основные причины для того, чтобы служить в армии. Но, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и возможность устроить личную жизнь в пока еще мужском коллективе. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки-контрактницы признаются, стабильность, 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 стабильность. Продолжение следует...